Всем привет, с вами канал Шоу Биз. В настоящее время женский рэп в России постепенно набирает обороты как в интернет-релизах, так и на батл-площадках. Сегодня мы выясним, кто такая Мози Монтана и кем она была до того, как стало известно. Мози Монтана, настоящее имя Алина Маккартчан, рэп-исполнительница, родилась 16 августа 1997 года. Она, единственный ребенок в семье, родилась в Армении, но сразу же после рождения родители переехали во Владивосток. Алина родилась в музыкальной семье, мама имеет абсолютный музыкальный слух, играет на фортепиано, поет и сочиняет песни. Классическая музыка звучала в доме постоянно, но еще в раннем детстве Алина полюбила хип-хоп. Этому способствовал ее отец, который был поклонником рэпа. Они вместе слушали Биг Пана и Тупака. В 9 лет Мози написала первые строчки, посвятив их смерти отца. Это стало страшной трагедией для нее, мамы и ее родственников. Свои эмоции Алина начинает излагать в стихах и передавать в музыке речитативом на биты. Первые попытки состоялись в 12-летнем возрасте на одной студии Владивостока у дяди и ее друга детства. Здесь она узнала, что такое настоящий новый звук. Именно он познакомил Алину с новой рэперской школой и вдохновил артистку развиваться в этом направлении. В 13 лет она, выбрав псевдоним Slow Mo, впервые попробовала выступить со своим материалом перед живой публикой в рамках мероприятия «Битва за конверт». Аудитория очень тепло ее приняла, и это сильно вдохновило артистку. Она поняла, что хочет посвятить свою жизнь музыке. Каждый может лишь гавкать, мол, они не видят меня звездой, ведь я слишком байт или чей-либо копия, а ты не выкупаешь гай, нищета моя фобия, да и все еще пока не дотянулась до Олимпа. Алина окунулась с головой в творчество, и занятия в школе ушли на второй план. Отличница Макаратчан практически полностью прекращает учебу. Смерть отца настолько сильно потрясла Алину, что мама, по предписанию врачей, была вынуждена бороться с нервным расстройством дочери и паническими атаками при помощи антидепрессантов. Я порядка семи лет употребляла таблетки Xanox, это антидепрессанты. От них она пока и сейчас не может отказаться. Сопротивляется ситуации, не плывет по течению, старается изменить себя, пытается бросить и иногда заменяет их алкоголем. После того, как умер отец, Алине пришлось нелегко. Весь груз ответственности за семью и близких людей лег на ее плечи. Поэтому, не закончив 10 класс, в 17 лет девушка бросает школу и решается переехать в Москву, чтобы чего-то добиться в музыке и обеспечивать семью. Понимает, что только здесь возможно реально пробиться в том направлении, которое она выбрала для себя. Отчаянный шаг в ее биографии. Ведь ни жилья, ни родственников, ни связей, ничего нет, чтобы могло поддержать ее на первых порах. Для себя она решила, что это билет в один конец, без победы не возвратиться. Нужно срочно переезжать в Москву, для того, чтобы добиться действительно каких-то высот, чтобы полностью обеспечить маму. Начальный период пребывания в столице, когда не было ни копейки денег, она вынуждена была заниматься всем, что давало хоть какой-то доход. Это гострайтинг, торговые точки на рынке с другом Армянином и даже какие-то нелегальные вещи, в том числе и продажи наркотиков. Были ситуации, когда приходилось скрываться от преследований сотрудников полиции, чтобы никого не подвезти. На каждый день она ставит себе задачу заработать определенное количество денег, поднять свой имидж, который будет работать на нее и приносить доход. Отправляет в Владивосток помощь маме, которая не совсем понимает, как Алина зарабатывает. Думает, что если деньги пришли, то дочь вот-вот посадит в тюрьму, а если перевод задерживается, то ее уже посадили. Первый миллион девушка заработала, приехав в Москву уже в 18 лет. Она работает с командой единомышленников, но считает, что все равно нужно во многом рассчитывать на себя, ведь никто не сможет реализовать задуманное лично тобой. Сейчас у нее уже есть своя публика, она приобретает все больше известность. Артистка пишет в своих песнях о том, как проходила и проходит ее реальная жизнь. Здесь нет ничего вымышленного, иногда присутствует аллегория, но не более того, картавит на букву R. Для того, чтобы пресечь возможные варианты атак хейтеров, девушка в своих треках заменяет слова с этой буквы на синонимы, где ее нет. Также летом Алина пробует свои силы в онлайн-рэп-состязании Pitbull Battle. Поучаствовать в офлайн-баттле Алине удосужилась в 2016-м на площадке слова «Дальний Восток». Однако артистка не хотела себя позиционировать как батл-эмси, поэтому позже решает отказаться от подобных форматов, сконцентрировавшись на творчестве. Ключевым моментом в карьере рэперши стал конец 2016-го. Именно тогда она получила одобрение в Твиттере от одного из самых известных русскоязычных исполнителей Оксимирона. Ну, наверное, все уже знают про знаменитую историю с Оксимироном, когда он кинул мне респект в Твиттере. После чего та дропнула мини-альбом «Аля Бумая», названный в честь фразы, которую кричала толпана по единках боксера Мохаммеда Али. В переводе «Али, убей его». Псевдоним Алина, кстати, решила сменить на Мози Монтана, тем самым перешагнув на новую ступень своего творческого пути. В своих треках Мози Монтана поднимает хоть и не новые, но актуальные темы бедности, мотивации заработать и выбиться в люди. В марте артистка выпустила музыкальное видео на трек «Город одной истории», в котором рассказывает об основных моментах из своей биографии. Также весной засветилась в батле под бит на площадке 140 BPM Hub. Противником нашей героини выступил питерский MC Волки. Чуть позднее продемонстрировала совместный перформанс с Машей Хима перед живой аудиторией в рамках мероприятия «Рвать на битах». А под конец июня вышла совместная работа Мози, Маши Хима и Эмилевской под названием «Неплохо для бабы». Также летом артистка порадовала слушателей шеститрековым релизом «Хаястан Бумен», в поддержку которого вышел одноименный клип. 24 сентября вышла совместная работа Мози и Дани Кашина, более известного под никнеймом «ДК». Трек получил название «Дикость». «Личная жизнь». Свою личную жизнь девушка не афиширует, поэтому в открытом доступе нет информации о том, есть ли у нее бойфренд. «Мам, не надейся на внуков, мы словно маруха, забили на все с родным домом, ожидает разлука, твоя дочь растет». Известно, что Алина не замужем и детей у нее тоже нет. Помимо увлечения рэпом, девушка занимается предпринимательской деятельностью. У Алины есть несколько точек на рынке, которые приносят ей доход. У нее на теле много татуировок, которые немало стоят. «Но мне достаточно немало татуировок и один мой рукав стоит 150 тысяч. А мантия – это стиль». Одной из них она особенно гордится. Это надпись «Наухие 1915», что означает «Дату геноцида армян». «Любимые занятия». Очень много читает различной литературы и считает, что перечитывать ее никогда не поздно и всегда полезно. Это позволяет переосмысливать. Ее приоритеты – это Валентин Пикуль и Михаил Булгаков, а из зарубежных – японцы Кабо Абе, лидер послевоенного авангарда в искусстве, и прозаик Харуки Мураками. «Свободное время». В клубах она бывает нечасто, в основном для выступлений. Но бывают моменты, когда, отдыхая в клубе, она может спустить за один вечер все деньги, которые зарабатывала длительное время. Отдыхает и работает на студии, свободного времени практически нет, делает много материала. И на этом наш выпуск подошел к концу, а мы пожелаем молодой хип-хоп-исполнительнице творческих успехов и побыстрее дойти до намеченной цели. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, про кого бы вы еще хотели узнать в следующем видео. Всем мира и до связи! Субтитры сделал DimaTorzok